Специалисты так умны и опытны, что точно все знают, почему нельзя сделать то-то и то-то, и везде их пределают препятствия. Если бы я хотел уничтожить конкурентов, то представил бы им больше специалистов. Это знаменитые высказывания Генри Форда. И другое очень своеобразное отношение. Черт за Дарвина, что надо ставить самые дикие эксперименты, чаще всего ничего не получится, но если получится, получится что-нибудь интересное. Играл на трубе перед своими тюльпанами, никаких результатов. Спасибо. Мы надеемся, что наш успех был столь великим, как эта штука изнарка. Делать бы просто пока. Мультиспойного графена, то есть вот начинает формироваться высокочастотный разряд. А вот эта первая точка светящаяся, это тоже уже был разряд? Нет, это подсветка. То есть по мере идет формирование разряда, сброс, поскольку у нас параметром, по которому мы регулируем, это температура. Сброс идет температуры, затем опять подается мощность и опять формируется высокочастотный разряд. Значит, ну, в вашем так называемом графике. Порядка двух процентов, но при прогрессе 50% и порядка 2,5%. У вас больше 300, значит, получается поверхность. Сколько больше? 370. 370? В смысле, не понял? У него поверхность. Ну, я говорю, 350-370. 370. Вы можете вообще это производить и насколько это дешево? Потому что, может быть, этот материал очень нехорош будет для... Ну, ситуация такая, с учетом того, что, во-первых, оборудование не самое дешевое, это первое. И второе, объемы, с которыми мы можем работать, не столь галеки. Поэтому, конечно, это представляет интерес не для наработки вот таких продуктов. Но дело в том, что это можно рассматривать как некую первую работу, потому что интеркалировать мы можем не только органические растворители, но, вообще говоря, и растворы, в том числе и содержащие металлы. И, в принципе, у нас есть некая идея и задумка, что именно при таком методе воздействия, используя особенность этих соединений, как наноразмерных реакторов, то есть формировать наночастицы металлов и смотреть каталитическую активность вот таких продуктов. Первый слайд впечатляющий со свечопичкой. Вы его где взяли? Ну, там ссылка есть. Это работа Кювейта, из Кювейта, 2006 года причем. То есть не у нас, да? Нет, нет. Кстати, в интернете достаточно много.